Доброго времени суток уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр И мы вместе с вами продолжаем развивать нашу старую добрую колонию гномов И сейчас происходит что-то интересное К нам приехал торговец, который не захотел присоединяться Но захотел полежать на земле, а я бы хотел с ним поторговать Так, Костян, смотри-ка, мыслей у тебя нету Но я тебе мыслей подкину Я думаю, нужно пойти и убивать Можно убить торговца? Хоу, у него мечта сражаться? Разгромить Тики Гоблина у него мечта И посидеть на стуле Неплохие мечты Ха-ха, кто из вас мечтает посидеть на стуле? Ладно, торговца убивать я не буду Потому что торговец может быть не так прост, как кажется Возможно у него где-то спрятан меч, доспехи Потому что у него совсем уж беззаботный вид Он ничего не боится А я таких людей опасаюсь Нужно держаться от них подальше Так, торговля Колония продает Что у нас есть? У нас есть лекарства от болезней Лечебные зелья, бревна и помидоры Угу Ха-ха-ха Окей Менять-то мне особо на самом деле нечего И покупать я тоже у него ничего не хочу Хотя стоп Деревянный топор А что если я возьму деревянный топор? 75 стоит Оу Очень дорого Очень дорого Надо 75 древесины Ну хорошо, давайте сделаем 75 древесины У нас будет топор И древо мы будем добывать гораздо быстрее То есть это может пойти нам на пользу На пользу нашей колонии Хорошо, один топор я все-таки куплю А почему интересно помидоры? Помидоры по два Но помидоры самому нужны Я люблю помидоры Все, обменялись Бревна я ему отдал Теперь у нас есть топор И кто воспользуется этим топором? Опаньки У нас есть награды Награды за удовлетворение Моментальное восстановление здоровья Такс Оптимист Крепкое здоровье Бускай Ага У нас сколько очков вообще? У нас одно очко Стоимость пять очков А у меня только одно Ладно, ничего прокачать я не могу Он, кстати, убийца Константин имеет странную наклонность к насилию Получает позитивные мысли от убийства Обычно может себя контролировать Что ж, Константин Я знал, что твоя борода и усы что-то дозначат Так, с кем ты у нас вообще работаешь, Костян? Так, хорошая еда Где тут работники? Стоп Стоп, Костя Танцевать идти Подождите, подождите Подождите Фермер А, вот, вот, вот Точно работу нашел Он у нас фермер Но почему-то Сеять картошку не может Помидоры еще пока не выросли Хорошо, Костян Я не знаю, чем тебе пока занять Злата и Ян рубили Слушай, Костян А иди-ка изучай И анализируй кристаллы Нам нужны новые исследования Пока Костя, Ян и Злата будут отдыхать Все, торговец, пожалуй Мы на сегодня с тобой поработали Предлагаю тебе свалить отсюда Пока Пока Костя не вышел из себя Костя, он как бы парень Он, он не в себе Костян у нас болеет очень сильно Его мы Его бы к психиатру сводить Но лучше пускай занимается Изучением Различных письмен Старых Ну, а я буду еще Увеличивать дом Потому что, оказывается Каждому жителю моей деревни Нужна отдельная комната Хорошо Такс Факел у нас будет стоять здесь Для привлечения новых Ребят А здесь уже будут находиться Комнаты Наших жителей Это будет комната центральная Где сидят все И греются Здесь-то мы создадим Уже что-то новенькое Такс Для этого потребуется А давайте уже делать Наверное Опрятную деревянную стену Или может быть даже Каменную стену Сколько у меня камня? Непонятно сколько У меня 32 Да, камня? Сколько стоит? 08 Ну, думаю, стоит все-таки Строить уже каменное жилище Камня потребуется не так много Такс Эм, вот такс И вот такс Дополнительная комната готова Не знаю, кто будет в ней жить Но кто-то в ней жить будет по-любому Также потребуется дверь Дверь будет находиться Вот здесь Чтобы попасть в одно из жилых помещений Нам нужно будет пройти через зал Также установлю, пожалуй, пол И тоже каменные Если камня, конечно, хватит А вот камня не хватает Недостаточно ресурсов Жаль Жаль Ладно, пока будет без пола А где наши строители? Что-то я понять не могу Злата, ты кем у нас работаешь? Шахтером? Константин? Фермер? Ян? Дровосек? Блин, нам нужен по-любому еще один житель Костян? Ну, похоже, тебе придется снова переквалифицироваться в строителя Будешь у нас Дровосек Фермер без работы Ученый Слушайте, так я могу любого назначить строителем Иди строй Просто иди строй, Костян Нужно выбрать исследование Хорошо, что мы можем исследовать? Угу Мы прокачали сейчас обработку дерева И давайте, наверное, сделаем себе вооружение Вполне себе неплохая вещь будет Так Пока у нас кристаллов не хватает Пускай Злата добывает кристаллы Ведь злата у нас занимается, да? Добыча кристаллов Ок День Лени Что значит День Лени? Злата не была удовлетворена своей жизнью Сегодня она отдыхает и делает много перерывов Злата охренела? Ах ты, Злата О чем ты вообще мечтаешь? Милая моя, Злата А Стоп Она тоже у нас не в себе Она тоже убийца Почему? У меня колония убийц Это ведь добрые гномики А не убийцы И все они мечтают о стульях Ну Сперва нам нужен камень Чтобы достроить пол И здесь будет находиться хотя бы один стул Окей На пол хватает Может пол Стоп А если сделать пол деревянным Он будет Не таким холодным Как, например, каменный пол Поэтому окей Пол пускай будет у нас тут Деревянным Целых 77 бревен потребовалось Чтобы создать деревянный пол Просто офигеть Костян Время Время не ждет Поспишь потом Отоспишься на том свете Пока Строй Помещение Где будут стоять стулья И вообще-то Можно было бы, наверное Несколько стульев Поставить еще и в зале Да? Вокруг костра Почему бы и нет? Такс Где стулья? Столы это не то Нам нужны стулья Табуретка из пня Или сделать природное Деревянное скамья А сделаю пару табуреток из пня Такс Нас пока трое, да? Такс И вот такс Будем сидеть вокруг костра Стоп А где Костян? Он решил все-таки отдохнуть, да? Ян 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 Погоди Костян спит Иди достраивай пол Не знаю Кому из вас Отдать это помещение Наверное Все-таки Костику Потому что Ну Костян Мой любимый персонаж сейчас Колонист получил Аллергическую реакцию Не готов к зиме Ян Котиков Что с тобой? Ян Сейчас лето А-а-а А-а-а Стоп У него похоже Уныние У кого уныние? У Яна Уныние У него Аллергия Что не так с тобой? Ян Как тебя вылечить? Аллергическая реакция Будет работать На него 65 секунд Да? Ян Яна съел еду На которую у него аллергия Сейчас у него Проходит Аллергическая реакция Низкий иммунитет, бессонница, аллергия на картошку. Офигеть, Ян. А нафига ты вообще начал есть картошку? У нас же ничего другого. Хотя, стоп, а где ты взял картошку? Картошка еще не выросла. Жесть. Так, Костян, ты будешь сеять картошку, да? Пока сезон. Офигеть, где он добыл картошку? А ты, Злата, что делаешь? Вон, иди строй стулья. Тут целых три стула. Лечение. Колонист ранен. Убедитесь, что он высыпается. Опытный врач может создать лекарства в столе зелья варенья. Но врачей у нас пока нету. Возможно, Ян отправится на небеса? Не хватает еды. Так, почему не хватает еды? У нас Костян вон сеет. Может, нужно больше грядок? Давай, наверное, больше грядок, Костя, с тобой настроим. Так, с фермерства. Почва для картофеля. Будет еще картошка. Не хватает, видишь, еды. Такс. Почва все равно бесплатно стоит. Так что... Будет дофига грядок с картошкой. Дофига. Дофига. Все это нужно будет, разумеется, еще и построить, и засеять. Но мы этим займемся. Зато от голода не умрем. Ну, в ближайшее время точно. Ха-ха. Такс, такс, такс. Ой, у Костяна сколько работы сейчас будет. Просто с ума сойти, бедный Костя. Придется тратить много времени. Такс, она построила все стулья, и мечта ее, по идее, должна была сбыться. Что ты... Ты жопу греешь себе или что? Странно, злато. Разместить мастерскую ремесленника в колонии у нее мечта. Ну, потом, пока, пока нет. Пока нет. Пока мы занимаемся строительством жилых комнат. Дальше будет видно. Погнали. Очень долго Костян засеивает наши грядки. Нам, возможно, нужно сделать еще одного фермера. Чтоб все было хорошо. Чтоб еды всегда хватало и на всех. А че ты не работаешь? Я че-то понять не могу. Ты шахтер. Добывать камень, добывать железную руду, добывать кристаллы. Ты че сидишь здесь? Алло. Иди собирай кристаллы. Офигеть. Но дом получается красивый у нас, не правда ли? Колонист слишком долго работал в ужасных условиях. Он решил, что это больше не заботит. И решил отдохнуть. Это про кого? Да ты охренел, Ян. И как тебя вылечить? У меня врача нету. И алхимического стола тоже нету. Где его сделать? Работа, сражение, во. Мастерская ремесленника. Нет у нас ремесленников. Дровосеков у нас нету. Освещение. А где делается... Где делается гребаный стол медика? Вот. Шкаф с лечебными зельями. Вот нам, наверное, че нужно, чтобы подлечить его. Пускай шкаф стоит здесь. Может быть он вылечится. Хотя смотрите-ка, у него и так само по себе здоровье начинает подниматься. Отлично. Я не могу отправить его работать почему-то. Ни сюда, ни туда. Его тошнит, да, по всей видимости. Бедняга. Не хватает еды. Кость. Давай. От тебя зависит наше благополучие. Если ты не добудешь еду, это все плохо кончится для всех. Нашествие жуков. Рой жуков напал на ваши поля и уничтожает урожай. Колонисты должны срезать пораженные растения. Иначе заражение распространится. Так, давай. Удалить все зараженные растения. Займешься этим или нет? Давай, удаляй. Хорошо, успели. Успели, успели. Нашествие жуков прошло. Вон, говорят, еды нету. Только и сидит, что супчик хлебает. Хе, весь суп съест сейчас. Ян, ну поработай. Нафига ты мне нужен, если ты просто сжираешь еду, сидишь на пеньке, но работать не хочешь? Ты не заслужил это, Ян. Надо, наверное, подождать, пока у него полностью восстановится здоровье. Ой, извиняюсь, извиняюсь, извиняюсь. Это меня Ян заразил. Уж такова судьба его. И моя. Гребаный Ян. Ненавижу Яна. Как до новых чуваков позвать сюда? Колонисты недовольны жизнью в колонии? Новые мигранты не будут пребывать на остров. Э, они недовольны? А кто недоволен? Все довольны, по-моему. Настроение маленькое, вон. Если не поддерживать хорошее настроение поселенцев, они могут вспылить и перестать выполнять ваши приказы. Эх, это из-за гребаной аллергии. Вот почему он не выполняет мои приказы. И он портит статистику нашего поселения. Осталось ждать три минуты, пока это прекратится хрень. Черт. Ну, заставить даже потанцевать я его не могу. Мерзавец. А что ему надо? Какие у него мечты? Разместить цветочный горшок в своей комнате. Хорошо, Ян. Я сделаю тебе отдельную комнату. Ты будешь здесь жить. Только, пожалуйста, дострой полы. Я ведь все для тебя сделаю. Да, любоваться огнем бесценно. Сидит, смотрит на огонь. Не хватает еды. Опять не хватает еды. Вот же у нас есть сырая пища. Готовить, видимо, ее нужно на каком-то специальном столе. Так, фермерство. Столы. Грубый деревянный стол. Простой. Пеп-пеп стол. Натуральная. Декорация. А как еду готовить? Мастерская каменщика. Книжная полка. Стол для изучения слитков. Медицинский кабинет. Лаборатория. Ох, химия нужна. Целая куча всего. Ну, как готовить пайку? А вот, полка для еды из кухни. Полка для выпечки. Вот что мне нужно. Но для этого нужны новые прокачки. А прокачки делать пока некому. Колонисты до сих пор недовольны. Ян опять недоволен. Я обожаю свою жизнь сейчас. Вот, все хорошо. Плохой сон. Иди работай теперь, Ян. У тебя будет отдельная комната. Только представь. Это чей? Это Константина, да? Златы? Во, Ян, котиков. Смотри. У тебя есть спальный мешок здесь. Просто шикарно, не правда ли? А как назначить эту комнату именно его? Ждать здесь, радоваться, идти сюда. Как сделать так, чтобы это была его комната? Ладно, поставлю вот так или иначе туда цветок с растением. Декорация. Не хватает у нас ресурсов. День Лени. Опять День Лени. Выпуск пара. Иди руби, короче, деревья. Чел. Я устал от твоего уныния. Иди руби деревья. Нас... У нас нет древесины, чтобы развивать колонию. А без этого будет все плохо. Злата, иди изучай кристаллы. Анализируй. У нас их довольно много, а анализом никто не занимается. Слушай, а ведь... Ян, иди, иди, иди возьми лечебное зелье себе. А, он и так выздоровел. Все нормально. Не хватает еды? Да как же не хватает? Картошка есть. Помидоры есть. Что им еще надо? Она перестала анализировать. Что ты хочешь? Давай посмотрим, что ты хочешь. Ты хочешь мастерскую ремесленника в колонии, да? Но древесины нету. Сейчас попробуем эту твою мечту исполнить. Работы. 35 бревен нужно. Вот-вот хватит. Если, конечно, Ян... О, да, хватает. Смотри. Об этом ты мечтала? Нет. Иди построй, и твоя мечта сбудется. Мечта сбылась. Отлично. Но настроение у нее все равно... Хм, падает. А если ты будешь радоваться? Иди радуйся. Помогает? Нет? Ха-ха. Не особо. Ладно, пускай отдыхает. Мастерская ремесленника. Мы можем сделать деревянный топор. Позволяет получать на 50% больше бревен с деревьев. Это лучше, чем ничего. Да, сделаем, пожалуй. Но, а на остальное мне нужны отдельные технологии, пока этих технологий у меня нет. Черт, хорошо. Я не могу понять, что их не устраивает до сих пор. Колонисты недовольны. Кто недоволен? Все чувствуют себя прекрасно. Посидеть на стуле мечта. Костя, иди посиди на стуле. Мечта сбылась. Запастись не менее 75-ю единицами еды на зиму? А где сколько взять-то? У меня и так большие грядки. А что мы еще можем сажать? Из растений. Пока ничего. Нам нужна улучшенная готовка. Злат, иди и анализируй. Надоело. Колонист слишком долго... Да вы заколебали. Опять? Ян недоволен. А чем ты недоволен? Охренеть. Условия, видите ли, ему не нравятся. Да. Ну, может у Кости хотя бы мечта сбудется. 60 единиц еды на зиму у нас по-любому будет. Сейчас приближается только осень, а мы уже собрали, между прочим, 33 пищи. Что будет дальше, я не знаю. Ян меня огорчает. Зависть к Злате? А че он завидует Злате? Вот он пришел к нам в деревню, да? И просто мудак. Он просто, ну, мерзкий человек. Злата, и я, и Костя, вот у них все отлично. Они просто радуются жизни. Выполняет каждый свою работу. Всех все удовлетворяет. Нет, именно этому мудаку вечно что-то не нравится. Странный чувак. Очень странный. И как его переубедить? Вот цветок ему разместить. Так бревна никто не добывает. Как я построю ему цветок? Если он просто не хочет пойти для этого сам, для себя добыть бревен. Цветок в деревянном ведре. Поставим здесь. Вот его комната, возле кровати будет стоять. Вот, пожалуйста. Мечта сбылась. Отлично. Настроение поднялось у тебя, нет? Разместить стол в своем доме. Ну, давай, сделаем стол в твоем доме тоже. Так, с... Декорации нет. Столы. Красивый, грубый, деревянный стол. Но для этого придется немного поработать. Янушка. Он сидел и смотрел на Златину. Ха-ха, заднюю часть тела. Интересный, интересный Костян. Вот у них все складывается. Если бы можно было Яна прогнать из поселения, было бы здорово. Гнев стал частью меня. Я не могу больше работать, говорит он. У этих все хорошо. А настроение? Выносливость? Ну, не зашкаливает, конечно, но все же неплохая. Злата о чем мечтает? Злата тоже мечтает о еде. Вот у них обычные насущные проблемы. Этому нужен стол. Мечта исполнена. Хороший сон. Кошмарный сон. Вот из-за чего настроение упало. Прошлой ночью мне приснилось, что с моими друзьями что-то случилось плохое. Я до сих пор за это волнуюсь. Понимаешь, мудак, с твоими друзьями случился ты. Ты плохое. Вот в чем проблема. Ты не понял, да? Я не волнуюсь, волнуюсь, что нам не хватит еды на зиму. Может, нам следует начать готовить запасы? Может, тебе стоит для этого пойти начать работать, чтобы были запасы? Все за тебя делают, чувак. Это последний день лета. Но еды-то у нас много. Посмотрите, и картошка созревает, и помидорчики. И все-все-все-все хорошо. Я, но нужно идти срочно работать. Иначе будет беда. О, все. Настроение поднялось, но тут же начинает падать. Иди, добывай. Дерево. Вооружение разблокировано. Вы разблокировали вооружение, и теперь можете создавать новые вещи. Будет разблокирован деревянный меч. Отлично. Можно будет утолить жажду к убийству. Нашествие жуков. Я не знаю даже, что изучить. Окей. Так, портняжное дело. Мебель. Ну, давайте портняжное дело, чтобы у нас была хоть какая-то одежда. Думаю, пригодится. Ну, и с жуками. Так, с костян. Давай-ка удаляй зараженные растения. И в этот раз нашествия гораздо больше, как вы видите. Надеюсь, оно не расползется. Потому что еда нам нужна. И нам вот-вот практически хватает на зиму. Как они и хотели 60 пищи. Это будет здорово. Нашествие жуков прошло. Давай еще несколько картофелин достай. И есть 60 еды на зиму. Но, видимо, это сработает только тогда, когда придет зима. Удовлетворенность. Офигенная. Прибыл торговец. Хорошо. Кстати, у Яна пока самая большая удовлетворенность. Но он все равно не удовлетворен. Какого хрена, спрашивается. Так, столы. Поставим ему стол, наверное, сюда. Будем теперь ужинать у него за столом. Кто пойдет строить стол? Злата, иди. Построй стол, пожалуйста. У него мечта сбылась. Да, теперь он хочет туалетный столик в своем доме. Да хрена он хочет. Да, хрена. Но настроение зато поднялось. Что там? Колонисты недовольны жизнью в колонии. Почему недовольны? Ведь все здорово. У нас и столы есть, и стулья, и все, что хочешь. У этих настроение шикарное. Хотя нет, падает. Но еда-то у нас есть. Отказать в исполнении мечты. Они будут расстроены, но выберут себе другую мечту. Эх, а как эту мечту выполнить? Я пока не хочу ни с кем воевать. Это слишком опасно для нашей деревни. Очень не хочется. Но ладно, что поделать. Видимо, придется отменить. Но сделаем мы это уже в следующий раз. Пока на этом остановимся. Что-то как-то развитие у нас застопорилось. Рабочие не хотят развиваться. Но все изменится, я надеюсь. С вами был Перпетлум Ильжи Александр. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы.